Турики Всем привет, это Твиттариум, меня зовут Алексей Денисов, поехали! Мамар Каддафи написал зеленую книгу, Толстой всю жизнь искал зеленую палочку, а туликам предложили поискать в своих почтовых ящиках зеленые квитанции. Об этом сообщает аккаунт Тула Молодая. Тулики по традиции, в отличие от всех остальных регионов, исправно платят коммуналку. Но недавно выяснилось, что горводоканалу и энергосетям эти деньги приходят не всегда и не в полном объеме. Может быть, управляющие компании вкладывали эти деньги в благотворительность и спасали бельков, морских котиков, а может быть даже белых тигров? Мне кажется, управляющие компании тратили деньги не на газ и воду, а пускали их на ветер. А вернее, на солнце, ветер и телок куршавели. После долгих споров было принято решение позволить жильцам платить за услуги напрямую, без посредников, через расчетно-кассовый центр. Оказалось, твиттеряне живут не только в Твиттере, а в таких же многоквартирных домах, и поэтому задаются теми же вопросами. Так Юрий Королёв предлагает разделить квитанцию и присылать квитки за газ и воду отдельно. А тупой бот собаки в Туле с присущей ему непосредственностью докопался до названий новых УК. Раньше были УК с красивыми и прикольными названиями, например, «Хороший дом», а теперь УК-1, УК-2, УК-3. Мы что, на уроке математики, что ли? А турецким амбутсменом будет Галина Фомина. В прошлом выпуске мы уже говорили про опрос правительства о том, кого же тульки хотят видеть тульским амбутсменом. А по итогам опроса с небольшим отрывом уверенно лидирует именно Галина Григорьевна Фомина, о чем сообщили все информботы Твиттера. Некоторые оппозиционеры считают, что данный опрос проводился для галочки. Ну, конечно, для галочки. Для кого же еще? Окончательные результаты мы узнаем чуть позже, но сменит ли Галина Григорьевна свою фамилию на фамилию амбутсмен нам выяснить так и не удалось. А в Твиттере появился новый хэштег «Блохакуй». Откуда он взялся и что это за куйнянь? Как вы думаете, кто придумал это слово и назвал Турякова «блохакуями»? Наш любимый губернатор в разговоре с летающей лошадью. Теперь любой твиттерянин может назвать кого угодно «блохакуем», и тот даже не подумает обидеться. Так пользователь Владик без лишней скромности обложил «блохакуем» губернатора Тульской области Владимира Грузьева и поставил смайлик в конце. Сам же губернатор объяснил этот термин так, но мы же «блохакуем», поэтому «блохакуи». Мы решили в оффлайне спросить Туряков, как они относятся к «блохакуйству». Как ты относишься к «блохакуям»? Все, что я могу сказать, это в стране, где дорожное движение регулируют патрульные инспекторы дорожного регулирования, быть «блохакуем» почетно. На самом деле, «блохакуйство» это вообще очень страшная вещь, потому что «блохакуйством» мы занимаемся каждую сессию. И вот из сессии в сессию это продолжается. Блохакуй! А в сети появился фейк Твитариума. Всем привет, меня зовут Максим Наумов, мне 21 год и я алкоголик. Макулатура, именно так назвал свое творение Макс Наумов. Это единственный человек в городе, который читает местные газеты и пытается найти там что-то интересное. А потом это интересное забывает и обкладывает матом из здания прямо в камеру. За его здоровые щеки помещается столько матерных слов, сколько не помещается ни в одном матерном словаре. Автору видеоблога пришлось купить себе широкоугольный объектив, чтобы запечатлеть все свое тело в кадре. А на самом деле мы очень рады, что у нас появились достойные конкуренты на Ниве видеоблогерства. Удачи! Следующая новость. День области. Что происходило в этот день на площади, мало кто помнит, но после Дня области в туре появились не только пустые бутылки, но и вязаные столбы и разрисованные стены. Мы увидели, как девчонки посреди Белоусовского парка вяжут на столбах. Изначально мы хотели вызвать санитаров, но милиция подошла к ним первой. А потом мы решили спросить у них, зачем они это делают и вообще, что это такое. Что, расскажи, что это происходит такое? Почему столбы обвязаны все? Это такое новое направление в Туле, называется вязаный стрит-арт. Это украшение города с помощью не только пряжи, не нашего творчества. А прохожие советовали активистам новые площадки для творчества. Слушайте, вяжите лучше Белый дом. Его могли бы, я не знаю, там, разукрасить какой-то более светлый цвет, чем сейчас вот этот вот серый с каким-то перепелиным. Про еще одно мероприятие Дня области в Твиттере написала Екатерина Кострошвиря. В Твиттере мне расскажет Илья Петров. Сегодня очень насыщенный день. Мы находимся на фестивале граффити. Здесь пахнет растворителем, просто крышу сносит. Я не представляю, как эти ребята рисуют под действием сильно действующих растворителей. Но я думаю, им хорошо и надеюсь, что будут хорошие картинки. Скоро увидим. В Тульском государственном университете стартовала традиционная игра для первокурсников. Сотни бывших абитуриентов бегают по студгородку и выполняют занимательные задания. Например, вот это. Расскажите, зачем вы это делали, зачем вы лазили в муку? Я хочу конфетку. На этом все. Читайте меня в Твиттере, подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Пока! Как вы думаете, кто придумал это слово и назвал Туриков блохокуями? А, так назвал Туриков кто? Кто вы думали? Ты, ты, нет, нет. Ты, ты, нет.